Тихо, подожди, Игорь, ты не против, что я этот разговор буду писать на видео? Как на видео? Ну, молча, я опишу твой разговор, давай, поехали. Что там случилось? Покушался сам Картошкин. Да ты гоня, что значит сам Картошкин? У него есть такой точно пистолет, который надо. Игорь, Игорь, давай без юмора, Игорь, я очень устал, 10 часов вечера. Хочет тебя застрелить, сукина сына. Тихо, я пишу на видео все, говори давай. Ну, говорю. Что случилось? За то, что ты взял интервью у Рожка. Ну, а что я не могу у Рожка взять интервью? Но не так по-хамски. Как по-хамски? А вот так. Нахрена ты его перебивал? Они на тебя злые, как сердце. Кто злой? Кто? Врачи эти. Чего? Говорит, не дал нашему врачу закончить фразу. Ну, я не только врачу не даю закончить фразу, это... Блядь, ну вот так? Тише, не матюкайся, я тебя прошу. Ради ада. Я пишу на видео. Я ж это мое, ты ж знаешь, это тяжелое детство, невоспитанность. Ну, так пойдите, воспитанно, возьмите интервью. А что мне заканчивать фразу, когда действительно скажите, будет пацан сжить или нет? А будет он. Ну, слава Богу, все. Не будет. Мне медицинские термины, нафиг мне их не длинные медицинские термины. Не взяток невежливо по отношению к человеку. Да что невежливо я Андрюшу уважаю, ты что? Андрюха, Андрюха жражок, когда меня ебанули, помнишь? Ну, чего? Он же меня просто выру... Ну, он меня просто спас тогда. Чем он тебя спас? В укол? Ну, здрасте, он мне и уколы делал, он мне и... Кстати, знаешь, он мне тогда сказал? Для очакова, говорит, тебя очень здорово... Для пьяного в очакове тебя очень здорово зашили. Это имеется ввиду местных врачей? Ну да, очаковских. Дальше что, давай. Я пью картошки на... У него, короче, говорит. А, ну я понял, я же понял, что ты был. Что там с ним? Сел там вчера до 9 вечера. Блин, я не знал, что ты там, я бы тоже. Ты с кем сидел? С кем ты там? Папаша его. А, папаша дежурил. Да, дежурил папаша. Твоя версия, что случилось вообще? Что произошло? Моя версия такая, что ребятам надо было проверить пистолет. А, блядь, суки. Нашли на комп... А чего? А, ну, а он просто шел в это время. Вылезли тоже с какой-то маршрутки. Они вообще, скорее всего, не местные. Они тупо вылезли, не решили. Ну, как оно стреляет, сука? Они только его купили в магазине. Где-то по дороге. А что ты решил, что они прямо его купили в магазине? Я шучу, конечно. Вот. Купили в магазине, картошки мне пояснили. Они продаются наши. А, они просто свободно продаются? Да. Ну, это какой-то хер изобрел. Вставляется в газовый пистолет. Специальный вкладыш на вот эту дробину. Ага. Он говорит, что она 6 миллиметров. Ну, я там больше трех не насмотрел. Но, может, я неправильно оценил размеры черепа. Я-то снимок видел. Ну, внутри с половиной. Ну, он говорит, что 6 миллиметров. Дробина. Вот. Он, конечно, не реагирует. Ну, я им все пояснил. Вот. Катошкин считает, что он хорошо отделался. Ну, что, дробина не долетела тоже лудочком. И застряла, в принципе, между слоями, там, между мозговыми слоями. Угу. В основном по линии, где проходят нервные пути. Угу. То есть она мало задела кору. Но на вопрос, все у него есть? Все, все есть. Да, не, ну, все есть, понятно. Не, все. Я говорю, а планирование, как у него будет, сохранится ли оно? Тут он замялся. Катошкин замялся и говорит, ну, судя по тому, что он решает кроссворды, оно у него сохранится. В смысле? Уже начал решать кроссворды? Да. Ой, слава. Это ничего не означает. Кроссворды он может решать, а планирование может быть развалено. Что такое планирование? Ну, планирование, это супраорбитально. Это вот как ракел. Индикова жена американская. Вот у нее примерно эта же область была поражена, но у нее, конечно, такое эмотивное поражение. Угу. А у этого там несколько миллионов нейронов они пробили, потому что там канал... Подожди, да ты опять, вот, еще я вас перебиваю, на пальцах мне объясни. Что такое планирование? Планирование, это означает, что ты утром просыпаешься и говоришь, я вот сначала сделаю это, второе, второе, десятое. А потом, блядь, ты выпил чай, поднял, почесал сраку и не помню, что тебе делать дальше. Понял, но я еще пока помню. Блядь, куда... Тихо, не матюкайся, я запись пишу. Куда мне ехать, говорю? Куда мне... Вот я... Ну, я понял, да. Что я буду делать? Понял, понял, понял. А это как сделать? А носки одевать? Ну, я понял, понял, понял. Понимаешь, это... Это важно. Слышишь, ну я честно у него спросил, а сколько вообще это все удовольствие лежать ему в больнице стоит? Сколько народу собирать нужно денег? Потому что реально меня предприниматели начали спрашивать, а сколько вообще надо денег? Потому что Илюк сказал, да, не вопрос, говорит, мы, говорит, соберем. Ну, вообще-то, говорят, деньги там нужны. Да, не то слово, блин. Сегодня полежать сутки в больнице... Одному Картошкину, чтобы он лучше думал. Ты же не забывай, чей он дядя. Так, тихо, Игорь. Значит, давай еще раз по порядку. Значит, ты считаешь, что угроза жизни Сашке миновала, да? Нет, угрозы жизни там нету. Они сбили у него воспалительный процесс, потому что эта же пуля была холодная. Она принесла с собой заразу. Они его закапали антибиотиками так, что... Ну, иммунитет, он молодой пацан, иммунитет у него хороший. Вот. Она же пробила гематоэнцефалические барьеры. Ага, ага. И угрожала... Ну, угрожала воспаление мозговых оболочек. Зерьезная болячка, которая делает калика... Слышишь, а угроза жизни миновала именно потому, что они вот как бы делали вот все, что касается медицинской части? Ну, они сбили воспалительный процесс. Если бы его так не влили к куче этих лекарств, то хрен бы он выжил, да? Нет, зачем? Он выжил бы, но был бы полностью тупой. Ахуй. Только может жрать и срать. Вот. А так как это, спасибо, скажи, я на фричаку. Ну, понятное дело. Он все-таки утром догадался, что у него мозги сработали, а на фричаку сообщили менты. Не, ну это я понял, да. Что он его быстро отвез в больницу. Они позвонили ему в 4 часа утра и говорят, что вашего хера там задержали. Они его тупые менты, не понимая его состояния, возили битвы. Да это я знаю все, это все я знаю. Да. Вот. Ну, а что с ментов спрашивать? Они что, лекари? Слышишь, а ты знаешь, что какие мы долбо... Долбо... Я понял. Долбоебы, блядь. Нельзя говорить, если тебя побили журналиста. Нельзя говорить это озвучивать громко в эфир с первого дня. Нельзя. Потому что, смотри, они теперь преступников не найдут в жизни, не найдут. Нет, это случайные люди, понимаешь? Ну ты думаешь, что эти случайные люди не зашли в интернет и не посмотрели, кому они вчера пулю в лоб лопанули? Значит, я тебе хочу сказать, что бил его человек опытный. Это или отставник спецназовец, или отставник мент. А почему ты так считаешь? Потому что их было двое. Двое говорят таксисты, они их краем глаза видели. А там нельзя так, чтобы не видели, понимаешь? Это место очень хреновое, чтобы бить. И не любой разумный человек, который живет в городе и которого можно найти, там не будет устраивать вот этой бойни. Потому что его заметят. А что, уже определили место? Ну, примерно, да. И где? Это прямо в районе автовокзала. Ну я помню, что в районе автовокзала, но автовокзал же... Не уходя далеко от остановки. Он пытался двигаться в сторону новой квартиры, которую он снял на Восляево. А что, уже кто-то видел вообще эту драку? Видели. Видели, как к нему прицепились. А это же секундное дело. Откуда ты столько уже знаешь подробностей? Это же тайна следствия. Менты же не говорят это. Драку тайна. В Николаеве какая-то тайна есть вообще. Если у тебя достаточно бабок, то тебе и сегодня круглого вынесут. Упакованного. И те, что дежурят внизу. Вот. Тише, тише. Ты вообще такие вещи говоришь, блядь. Да, упакуют, свяжут, ворот наденут. Да тихо, блядь. Только заспокуют. Слышишь, Игорь? Подожди. Ну-ну-ну. Два человека. Дальше. Два человека. Один из них грамотный. Он сразу его вырубил. Сразу. А второй, видимо, садист. Он, во-первых, нанес совершенно еще два ненужных удара и сломал ему челюсть. Вот, блядь. Да. У него пробитые гайморовые полости. Ну все, забрали сумку и уебуйте. А зачем они еще... Зачем они еще ему пулю... У него контрольный выстрел. Зачем? Ну как, вот игра. Откидили... Ну значит, они были обдолбаны. Они были, это, наркоманы. Сто пудов наркоманы. Ну, понимаешь, может быть, это действительно скурившиеся бывшие отставники. Однозначно. А нахера делать какие-то контрольные выстрелы еще? Это игра, понимаешь? Это игра. Игра в контрольный выстрел. Оно в середину лба, в эту чакру. Они вглубили дробину. Вот. Из этого газовика. Газовика делается со вставкой. И именно вспышка газа запускает эту дробину. Вот. Порция газа. Вот. Выпускает ее. Ну, практически выстрел в упор был произведен. Практически. Вот. Типа нагнулся и сделал... Это все секунды заняло. Это минуты не заняло. Они даже не полезли по карманам правильно, потому что это бы заняло время. Это было заняло время, а они стекли по сторонам. Это люди опытные. Они стекли по сторонам. Они, видимо, заметили, что такси стоит достаточно близко. Откуда их видно? Ну да, они, конечно, не могли предположить, что он журналист. Так откуда? Ну да. Откуда? Они заметили, что пацан вышел с автобуса и пошел. Подождали, чтобы он достаточно далеко удалился, но вроде бы это вот. В сторону проезжей части Октябрьского проспекта. Удаляется от автовокзала. И они, ну, достаточно темное место, достаточно темное. И они напали на него. Он вырубил его сразу грамотным ударом. Он отшиб ему всю память. Вот. Он даже толком не помнил, как он ни с автобуса вышел, ни как он доехал. То есть у него где-то полутора часовый интервал памяти пропал даже. Ну да. Так он даже не помнил, где его били. Ну откуда же, если он не помнил, как он вышел. Ну да. Вот. Менты, естественно, там перевернули все. Допросили всех поголовно. И все, что им удалось узнать, это то, что их было двое. Ни возраста, ни силуэта, никакого хрена. Они не узнали. Потому что, ну, удар храмотный. Чуть слабее память бы сохранилась. Чуть сильнее он был бы покойник. Понимаешь? Это дозированный удар. Дозированный. Понимаешь, что человек его наносил знающий. Знающий. Понимаешь? Ровно так ударил, как было надо. Чтобы он не мог их вспомнить лица. Не мог, чтобы потороботы их не развесили по городу. Вот. Черт, ну шо я тебе могу сказать. Никакой связи с его профессиональной деятельностью здесь не просматривается. Никакой. Алло, алло. Да, слушай, слушай, я тебя внимательно слушаю. Никакой связи, совершенно. Вот. Ну, шо я могу сказать. Толик, конечно, сделал то, что надо было сделать ментам. Нафиг. А пацан, он говорит, что я, как только пришел в себя, я полез в ванну. Он не понимал, что тропина сидит в голове. Ну да, я знаю, это мама говорила, она тоже. А вообще никаких болей. Он действовал автоматически. Автоматически. Полез в ванну, что челюсть сломана, он не соображал. Состояние у него, конечно, на букву ХУ. Вот. Значит, синяки эти плохие у него под глазами. Что значит плохие? Плохие. Взгляд у него плохой. Ну, похоже, что пуля пошла, ну, тропина эта пошла в то есть зрительного тракта. Косвенно, ну, может, Катошкин его и вернет. Я-то не подсказал, что надо трансцеребральный порез делать. Вот, сын знает, что такое трансцеребральный порез. Ну, и подсказал, как с врачами вести. И, в принципе, его проинструктировал папа. Вот, я решу это врачей. Что тут вообще, чего стоит в этом убогом заведении? Ты сказал, что я тебя туда послал? Вести. Вести. О. Вести. А, сам бы не додумался, блин. Что? Ты. Я вообще собирался пойти в понедельник, но чисто к пацану. Да что ж в понедельник? Там, мне кажется, каждый день важен. Ну, что ли? А люди в понедельник? В следующий понедельник? Нет, вот сегодня я собирался пойти. Ну, я пошел в воскресенье ночью. А люди, люди много приходило, нет? Я понятию. Нет, пока ты там сидел. Ты же говоришь, ты там два... Никого не было. Какие люди? Я когда был, много человек приходило. Творщица в конце пришла. Ну, то, что пацана заталпывать. Женьки не было. Ну, и слава Богу, понимаешь? В принципе, правильно. В воскресенье никого нет. А там написано, без бахилов не проходи. А я тихонько прошел через задний проход. Аккуратно поднялся. По пустому коридору дошел. Думаю, где они лежат? О, написано, участники войны. А вот все. Я сам был такой участник. Я в участниках там был дважды. Когда отец умирал, и когда сам летел. Думаю, открываю точно. Мужик и он. Но я не понял, что это отец. Он потом так, вот это... Он такой крупнее его гораздо.